Не так давно тверичане радовались появлению пригородных поездов «Ласточка», которые отличаются от обычных электричек повышенным комфортом и скоростным движением. Удобное расписание помогает в нужное время оказаться в другом городе. Но в последнее время система дала сбой. Одной из причин — ремонт железнодорожных путей, когда об изменениях и отмене поездов известно заранее. Но так бывает, увы, не всегда. В нашу редакцию начали поступать жалобы на опоздание скорых пригородных поездов в направлении Москва-Тверь. На официальном сайте РЖД указано, что скорый поезд «Ласточка» преодолевает расстояние от Москвы до Твери в среднем за час пятьдесят минут. Но, к сожалению, так происходит не всегда. Во время поездки граждан могут сообщить о незапланированной остановке, не назвав причину. И в таком случае путь занимает больше времени, чем ожидалось. Мы решили разобраться в этой ситуации. Анастасия Быкова периодически пользуется услугами РЖД. Перемещается в основном по маршруту Москва-Тверь. Для удобства выбирает «Ласточку», утверждая, что это комфортно, а самое главное — быстро. Но в последнее время данный вид транспорта её лишь разочаровывает. Нередко Анастасия сталкивается с тем, что о задержке поезда узнаёт уже в пути. Когда повлиять на сложившуюся ситуацию, а именно поменять вид транспорта, она уже не в силах. Я ехала из Солнечногорска в Тверь. Летришка остановилась на половине пути по непонятным причинам. В итоге я опоздала на встречу. Все мои планы нарушились, конечно же. Причину внезапной остановки так и не озвучили. Пригородный поезд прибыл на станцию Тверь с опозданием в полчаса. «Ласточка» была в дороге более двух часов, а это среднее время пути обычной электрички, которая в полтора раза дешевле. Отсюда возникает вопрос, как в подобной ситуации вернуть потраченные деньги. Мы позвонили на горячую линию РЖД и вот что нам ответили. Поезд отменён или опоздал более чем на час. Для возврата билета обратитесь, пожалуйста, в кассу. На вашей станции отправление часы отмены опоздания поезда. То есть нам было непосредственно сразу обращаться. Вам выдадут квитанцию с докредитными поездками, сумма возврата. Вы получите полную стоимость проезда без внимания сбора за возврат. Деньги вернуть можно, но обратиться в привокзальную кассу необходимо в этот же день. Важное условие – опоздать поезд должен более чем на час. В противном случае компенсация не предусмотрена. Мы будем следить за развитием событий и рассказывать вам об этом.